Когда вырастешь, кем хочешь стать? Я? Хочу стать военным. Каждая тренировка начинается с построения. Тренер объясняет задачи, тем самым разъясняя, какая работа будет выполняться на тренировочном занятии. Также проговариваются цели. Куда готовимся, каким соревнованиям. Это повышает мотивацию и целеустремленность воспитанников. Согласитесь, просто так тренироваться не очень интересно. А что больше всего нравится на тренировках? Мне это, когда там, это, разминка. Дальше начинается разминка на месте. Повороты, наклоны, растяжка. Двигаемся сверху вниз, от центра нашего тела к периферии. От крупных суставов к мелким. Наша задача максимально подготовить тело к предстоящей нагрузке. Следующий этап тренировки – общеразвивающее упражнение. ОФП. Это важная составляющая тренировочного занятия. Дается нагрузка на все группы мышц. Это обеспечивает полноценное физическое развитие ребенка. Когда вырастешь, кем хочешь стать? Спиц-назовцем. Единоборство – это не просто вид спорта. Это целая система подготовки всесторонней личности. Для подрастающего поколения важнее привить полезные привычки, вложить правильные цели. И это первоочередная задача тренера. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и составится. Говорит нам священное писание. Поэтому самое важное надо заложить в детском возрасте. Тренировки не пропускаешь? Бывает то, что я болею, так я не пропускаю. Основная часть тренировки. Занимающиеся разбиваются по парам и начинают отработку бросков и ударов. Обычно тренирующиеся встают с равными себе по возрасту и опыту партнерами. Тренер сначала показывает, а потом следит за правильностью выполнения технических действий. Не сразу все получается, но со временем приходит понимание и правильность выполнения. Арсенал постепенно становится больше, а опыт богаче. Расскажи, что больше всего нравится. Больше всего нравится в Испании. Уникальность наших тренировок в том, что занимающийся учится быть сильным. Даже если воспитанник по какой-то причине не достигает высоких званий в спорте, занятия для единоборствами для него не пройдут даром. Навыки самообороны останутся с ним на всю жизнь, а может и не раз пригодятся для защиты своей семьи. И, конечно, каждая тренировка заканчивается игрой. Это позволяет выплеснуть остаток энергии, закончить тренировочное занятие на позитивной ноте и уйти с хорошим настроением. В век информационных войн, только объединив усилия семьи, школы и спортивных секций, мы можем уберечь наших детей от пагубного влияния. Поэтому давайте вместе строить будущее, вкладывая все самое лучшее и светлое в наших детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова